На неделе в компании «Шериф» наградили лучших сотрудников супермаркетов и заправок. Сами супермаркеты и заправки тоже состязались между собой за переходящую звезду лучшего. Такое вот почти советское соцсоревнование. На самом деле получить звезду года совсем непросто. Некоторые из 30 супермаркетов еще ни разу не побеждали в конкурсе. То есть раздают звезды в «Шерифе» не по разнарядке и не за красивые глаза. Вернее, глаза тоже учитывают, особенно если это добрые глаза девочек с кассы. Дело в том, что лучшего кассира или заправщика выбирают и по отзывам клиентов. И если вы каждый день покупаете продукты в одном и том же магазине, не сочтите за труд. Напишите отзыв, и ваш любимый кассир получит награду. Влада Донковцева о том, как дотянуться до звезды «Шерифа». Стележка через ряды к звездам «Шерифа». Каждый день мы проходим среди стеллажей с продуктами, протягиваем руку и берем пакет молока. Или идем на автопилоте к колбасным витринам. И совсем не задумываемся, что привычные продукты для нас целый день раскладывают эти пчелки в красно-синем. Каждый сотрудник в этом большом улье каждую минуту занят делом. Чтобы работа шла как надо, у ульи есть своя королева. Директор Евгения вышла на утренний облет-обход. Проверяет, как лежит товар, все ли чисто, смотрит сроки годности. Вот здесь срок годности закажется через месяц. Это сейчас перед нами стоит успешная женщина на высоких каблуках и посту. В шериф Женя пришла в 19 лет. Начинала с работы продавцом в кондитерке. Рассказывает, было тяжело первое время. Хотелось все бросить. Но мама Жени настояла, сказала работай. Но Женя и работала, поднималась по карьерной лестнице. Теперь она директор супермаркета шериф номер 19. Это постепенно все было. Когда я стала администратором, конечно, это была такая эйфория. Хотя и директором, когда я стала, тоже была очень счастлива. Сейчас уже привыкаешь. А еще успевала строить семью. Заветную должность Евгении предложили через 8 месяцев после рождения старшего сына. Конечно, бабушка помогла нам. Вы согласились, бабушка согласилась. Естественно, полетела быстро на работу. Прием-прием, полет нормальный. Шериф 19 долетел до одной из четырех звезд. Их получили самые лучшие среди 30 торговых подразделений компании «Шериф». 19-й супермаркет переходящую звезду получил впервые. Директоров снова поздравляют с достижениями. Из-за пандемии два года они не собирались все вместе. И вот все звезды сошлись. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы вручить награды лучшим магазинам. Но я с полной ответственностью говорю, что каждый из вас достойен этого звания. Вот он, самый ароматный и посещаемый отдел в любом супермаркете «Шериф». Хлебобулочный. Продавец Фаина раскладывает батоны. Нужно успеть до первых покупателей. Миниатюрная блондинка пришла на работу в «Шериф» год назад. И вот на груди уже красуется бейдж. Лучший сотрудник 22-го года. Пришлось постараться. Но при правильном подходе к работе, если соблюдать сроки, правильно выстроить план своей работы в течение дня, можно все успевать, чтобы у тебя и отдел был в порядке, и проконсультировать покупателей, если это нужно. Кроме хлеба и булочек, Фаина помогает директору супермаркета с отчетами и документами. Такой опыт для Фаины полезен. Хорошие сотрудники «Шерифа» попадают в так называемый кадровый резерв. То есть, если появится открытая вакансия, помощник директора, Фаина – потенциальный претендент. А пока Фаина каждый день делает по 10 тысяч сагов. Если не больше, тут даже трекер активности не нужен. Когда доволен покупатель, довольны и мы. То есть, если покупатель доволен, то и мы, значит, хорошо работаем. Если весь супермаркет и не получил звезду, во многих все равно есть свои светила. Покупателям узнать таких сотрудников можно по вот этим бейджам. Отличается он от обычных наличием титула «Лучший сотрудник 2022 года». А вот еще один звездный «Шериф» в этом году на «Западном». Тут на кассе сидит «Лучший сотрудник 2022 года». Ольга так написана на бейджи. Но зовут все Аленой. Так бывает. В компании 18 лет. За плечами три бейджа лучшего работника года и грамоты. А сейчас под прицелом объектива робеет и стесняется. Боюсь камеры. Почему? Не знаю. Хотя, как бы, творческий человек. Иду мероприятия еще помимо бухгалки. Серьезно? Серьезнее некуда. Дни рождения руководителей, новогодние корпоративы, любой праздник – это все на Ольге. Какие-то мероприятия, праздники, корпоративы. Они знают, что Алена что-то придумает. Интересный сценарий, забавные конкурсы, а еще чтение стихов, собственного сочинения – это все в праздничном арсенале Ольги Алены. Вот газета, выпущенная на 25-летие «Шерифа» на одном из разворотов стихотворения, написанная в честь юбилея компании. Думала, что это будет песня, но вот этот вот стих. Иногда что-то даже приходила, какая-то мысль и на рабочем месте. Но это так. Как в «Шерифе» выбирают лучших? Не только по рекомендациям начальства. Оценку качества работы сотрудников «Шерифа» дают покупатели. Бывает, даже выбирают себе кассиров и не против отстоять очередь на кассе, чтобы попасть именно к своим любимчикам. Уже за годы работы у нас есть, свои покупатели. Женщина всегда к нам приходила, всегда на кассу мне принесет цветочек, всегда там «Доброе утро, девочки, как дела у вас?» Вот приятная такая атмосфера получается. Всего день в хорошем настроении работаешь. Они умнички просто у меня. Они всегда рады меня видеть, я их тоже. Люди звонят на горячую линию, заполняют бланки. Сказать добрые слова возможностей много. Хочу поблагодарить сотрудников этого магазина за хорошее отношение к покупателям. Очень отзывчивые, всегда помогут. Вот директор супермаркета номер 9 зачитывает добрые слова от покупателей. У нас даже есть письма, которые они пишут не сюда, не сюда, а на две страницы с тетради. Вырывают и спереди, и сзади полностью благодарностью. И это важная причина, почему к девятому шерифу снова уже в третий раз вернулась переходящая звезда лучшего супермаркета. А вот утренняя торжественная пятиминутка у сотрудников первого шерифа. Для них эта переходящая звезда лучших стала первой в их истории. Очень радостное событие в этом году, что ваш магазин в вашей категории первый раз получает звезду. Вы молодцы, вы улучшили показатели по своим, по многим критериям. Мы всегда старались, мы отдавались, но мы понимали, где-то нужно доработать какие-то моменты. Сейчас, когда нас уже оценили, это очень приятно. Не передаваем мы, конечно, ощущения. Заслужили звезду с вымпелами сотрудники второй заправки. Та, что на выезде, Террас Пальбендеры. Тут самый большой трафик машин. Работа не прекращается даже на пятиминутке. Звезда на заправку вернулась во второй раз. Мы поздравляем с этим вашего руководителя. Самое главное достижение – это работа всего коллектива. Удалось нам каким-то образом сплотить. Я доволен работой. Доволен работой, ребят. За неделю мы побывали во многих магазинах, на заправках. И везде нам рассказывали про еще один секрет успеха шерифа. За каждым коллективом супермаркета или заправки стоит не просто администратор или директор, а тот, кто прошел длинный путь и когда-то сам раскладывал булочки на прилавке или в ночную смену дежурил на заправке, чтобы потом получить звезду и звание лучшей в шерифе. Владлена Донковцева, Игорь Мацотт, Дмитрий Ягодкин. Отражение.